Слишком часто в кино и в журналистике мы видим, как люди очень сильно путаются в оружейной терминологии, не зная где какие слова правильно употреблять, и чаще всего путают курок и спусковой крючок. Для того, чтобы грамотно научиться разговаривать на оружейном языке, я подготовил сегодняшнее видео. И начнем мы как раз с курка. Итак, первое мы запомним. На курок мы не нажимаем, а курок мы спускаем. Курок это деталь куркового спускового механизма, которая передает энергию боевой пружины, бойку или ударнику. Курок есть, конечно, на многих образцах оружия, но, например, на ГЛОКе курка нет. Вы скажете, как так? Вот же курок. Нет. Эта штука называется спуском или спусковым крючком. Мы нажимаем не на курок, а на спусковой крючок. Это очень важно. Курок же находится, например, на револьверах. И на старых револьверах он непосредственно бьет по капсулю. На современном оружии чаще всего курок затупленный, и он передает энергию именно ударнику или бойку. А что же здесь? Есть ли у нас на ГЛОКе курок? Нет, на ГЛОКе курка у нас нет. У нас есть внутри ударник. Это такая иголочка, которая, по сути, выполняет ту же функцию, но механизм устроен по-другому. Откуда вообще взялось слово курок? Есть разные суждения, но, скорее всего, курок в русском языке появился от слова курица. Потому что он визуально немножко напоминает курочку с клювом, которая, как и курок, совершает вот такое поступательное движение. В английском языке курок или взводить курок, это кок или кокинг, тоже петух, петушок. С помощью этой ассоциации вам уже будет понятнее, что же такое курок. Курок это вот что. Курок находится сверху. Он похож на курочку. А нажимаем мы на спусковой крючок. Спусковой крючок. Нажимать на спусковой крючок. Я надеюсь, с этим разобрались. Теперь перейдем к магазину и обойме. Чаще всего в кино магазин у нас называют обоймой. И вообще обойма это что-то такое универсальное. На самом деле обойма это скорее предмет, который характерен для старого оружия. Но не для современного. Согласно современной терминологии, патронная обойма это устройство стрелкового оружия, объединяющее патроны для снаряжения ими магазина. И что же такое магазин? Магазин стрелкового оружия это устройство стрелкового оружия для размещения патронов, снабженное подающим механизмом. Как вы поняли, основное различие между обоймой и магазином в том, что магазин снабжен специальным приспособлением, подающим патроны. То есть, как правило, это пружина плюс подаватель. После того, как вы сделали выстрел, он самостоятельно готовит следующий патрон. В магазине Калашникова или в магазине Глока он поднимает следующий патрон. Обойма же это железка, скрепляющая по сути другие патроны. Она позволяет держать их в определенной форме, но там нет никаких устройств для подачи. В 90% случаев вы не ошибетесь, если скажете, что для перезарядки он использовал магазин, а не обойму. Но не факт, что вам не попадется 10% других случаев. Кстати, друзья, мы наделали вот таких вот классных штук. Это металлические наклейки, и вы можете использовать их для себя. Мы сделали их побольше, поэтому какое-то количество их у нас осталось. Так что в описании к этому ролику будет ссылка, как заказать эти классные вещи. Как ни странно, люди допускают ошибку и в типах оружия, путая ружье с винтовкой и винтовку с ружьем. Понимая, что это ружье весит не менее трех с половиной килограмм. Стоит такое ружье здесь в Америке 6 тысяч долларов. Тут есть такая особенность. Например, если обратиться в старые словари, например, словарь Ожегова, то там устаревшее понятие ружья. И там тоже перемешивается и винтовка, и ружье. Хотя это не одно и то же. Если вас вдруг поймали на неправильном использовании термина ружье, то не отчаивайтесь. Я дам вам подсказку, как выкрутиться из этого положения. Конечно, вы сразу можете сослаться на определение в словаре Ожегова. А если вам скажут, что это непрофильный источник или определение устаревшее, то вы сразу отвечаете. А что, вы никогда не слышали про противотанковые ружья? Они все без исключения с нарезными стволами, но при этом называются ружьями. Но если слишком умный оппонент скажет, что по-английски они все же называются анти-тэнк райфл, то есть все равно называются винтовкой, то постарайтесь его чем-нибудь отвлечь, и как только он отвернется, бейте и бегите. Винтовка стреляет только пулей. Хотя есть определенные боеприпасы, когда вместо пули вставляется пластиковое полимерное покрытие, и там есть дробь, но это исключение. Исключение мы найдем абсолютно всегда и везде. Но общее правило, что винтовка стреляет только пулей. А ружье более универсальное, оно может стрелять через свою водопроводную трубу и пулей, и картечью, и дробью. А может стрелять и вообще необычными патронами, например, сигнальными патронами. Или может стрелять даже гвоздями и вообще всем чем угодно. Ружье достаточно терпеливо относится к выстрелу. Если же зарядить дробь в винтовку, например, то при вылете из канала ствола она будет раскручиваться внутри ствола. И после того, как она выйдет из канала ствола, она начнет разлетаться. Я надеюсь, в школе все учились, физику знают и слышали такое слово, как центростремительное и центробежное движение. Так вот, центробежное движение будет разбрасывать дробь. И эффективность этого патрона с дробью на винтовке будет мизерной, поскольку она разлетится сразу во все стороны. Я не буду говорить, какое окончательное и безусловно правильное название, потому что, например, через 100 лет или через 50 лет что-то может опять поменяться. Но, тем не менее, в целом, какая разница между винтовкой и ружьем? Ружье — это гладкоствольное оружие, а винтовка — винт в слове, да? О чем-то это говорит. У него есть нарезы в канале ствола. Это основное различие между винтовкой и ружьем. Поэтому из ружья снаряд вылетает без вращения. А в нарезном стволе пуля из-за нарезов приобретает быстрое вращательное движение, что придает ей стабильности в полете. Я понимаю, что это прописная истина для многих подписчиков нашего канала. Поэтому я подготовил тест для самых продвинутых любителей оружейной тематики. Готовы пройти тест? Поверьте, это будет непросто. Сейчас вы увидите разное оружие, и вам нужно будет дать лишь один ответ, придерживаясь современной российской терминологии. Какое точное количество винтовок было показано? В этом тесте есть большой подвох, и правильный ответ даст только настоящий профессионал. Напишите свой ответ в комментариях. Тут же будет не лишним пару слов сказать об автомате и карабине. Итак, что же такое карабин? Карабин, по сути, это укороченная винтовка. Но какое-то время на заводе Молот выпустили гладкоствольный карабин. И многие, читая на коробке название гладкоствольный карабин, начали называть карабином и ружье. Можно, называйте, будем считать это редким исключением, но вообще это отхождение от общего правила. Обычно ружья, та же укороченная, называются скорее какими-то обрезами, но никак не называются карабинами. Когда-то карабины делались для, скажем, всадников, для того, чтобы им легче было манипулировать оружием. И если они на лошади, перезарядить прямо на лошади было бы неудобно из-за длинного ствола. И на коротком стволе перезаряжать было удобнее. Что же такое автомат? Автомат это карабин, то есть укороченная винтовка с автоматическим режимом огня. То есть, единожды вы нажимаете на спусковой крючок. Мы уже знаем, на спусковой крючок, а не на курок. И пули вылетают из канала ствола до тех пор, пока не опустеет магазин, либо пока вы не отпустите спусковой крючок. Может быть, для многих зрителей нашего канала это покажется глупым, такое разжевание. Но, к сожалению, многие очень сильно путаются во всем этом. Поэтому, мне кажется, это видео будет полезно для журналистов, для тех, кто снимает кино или просто интересуется темой. Поэтому обязательно поделитесь этим видео и поставьте лайк. Пусть побольше людей грамотно разговаривает на оружейном языке. Люди также умудряются путать еще один вид оружия с другим. Пистолет с револьвером. Как ни странно. Пусть револьвер! Револьвер – это такое оружие, в котором есть барабан, который крутится. По-английски, из латинского «револьф». Крутится. Поэтому он называется револьвер. Давайте еще раз дадим официальное определение револьверу. Согласно ГОСТу «Оружие стрелковые термины и определения» Револьвер – это пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов. То есть револьвер можно называть пистолетом. Но при этом пистолет, у которого нет барабана, то есть вращающегося блока патронников, его нельзя никак называть револьвером. Потому что пистолет имеет другой способ подачи патронов и другой вид патронников. Еще получается курьезно, когда путают пулю и патрон. Например, как вам такая реклама? Или эпизод из российского фильма «Не для слабонервных». Надо сказать, что пуля является лишь частью патрона. Итак, из чего состоит патрон? Из пули, гильзы, пороха, капсуля и некоторых других элементов в зависимости от специфики патрона. Например, если это гладкоствольный патрон, то там может быть еще пыш, или контейнер, или пыш-контейнер. Но не будем сейчас углубляться в эти детали. Самое главное понять, что такое патрон и что такое пуля. Из канала ствола вылетает пуля, а не патрон. Пуля. Да, именно пуля летит, а все остальное остается в оружии, экстрагируется. Ну, не будем, это сложно. Кстати, из канала ствола или из дула? Дула это все-таки обиходное название, а правильнее будет говорить ствол оружия. Также существует путаница со снаряжением и амуницией. А это разные вещи. В Википедии дано определение амуниции, но оно там дано с ошибками. Надо сказать честно, что в Википедии довольно много ошибок. Кстати говоря, об этом у меня есть видео. Вот сюда перейдете и увидите. Там довольно интересный ролик про вуллпапы. Что же такое амуниция и почему ее путают со снаряжением? Дело в том, что амуниция это все-таки заимствованное слово. Это не славянское, не русское слово. И оно имеет свои аналоги во французском, мунисьон, амунищен в английском или сокращенно аму. Если найти синоним в русском языке, то хорошо подойдет слово боеприпасы. Боеприпасы это и есть амуниция. А снаряжение это все остальное. Это может быть бронежилет, ботинки, форма, камуфляж, каска и так далее. Ну что ж, теперь вы знаете, как использовать некоторые оружейные термины, насчет которых чаще всего допускаются ошибки. Если вы будете снимать кино, то оно будет более достоверным. А если же вы как журналист будете использовать эту терминологию, то вы будете просто более компетентным журналистом, что немаловажно. А компетентность это хорошо. Если вы знаете еще какие-то интересные термины, насчет которых допускаются ошибки, то обязательно напишите об этом в комментарии. Друзья, у меня к вам есть небольшая просьба. Я уже сделал пару роликов на киношную тематику. Я обсуждал фильм «Ветреная река» и «Джек Ричард». Это два классных фильма, в которых интересно показано оружие и то, как его применяют. Пожалуйста, в комментариях укажите, какой еще фильм вы хотели бы увидеть в следующем кинооружейном обзоре. И тот фильм, который вас интересует больше всего, как раз и станет предметом нашего обсуждения. А на этом у меня все. И увидимся снова. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok